Здравствуйте! Мы с вами находимся на ставшем уже традиционном летнем автоспортивном шоу Moscow City Racing. Всего на два дня прилегающие к древнему московскому Кремлю улицы и набережные превращаются в настоящую гоночную трассу и при этом весьма необычную. Тогда еще на одном треке вместе вы можете увидеть машины из Формулы-1, чемпионаты мира по ралли, ралли-рейдового марафона Дакар и кузовного чемпионата ДТМ. И все это сдобрено хорошей порцией дрифта и каскадерскими трюками. Но обо всем по порядку. Moscow City Racing проводится уже в шестой раз и с каждым годом увеличивается количество приглашенных звезд из мира автоспорта. Правда, обычным зрителям остается лишь небольшая возможность вблизи увидеть и рассмотреть самые технологичные спорткары современности. Да и продемонстрировать всю свою мощь, показать, насколько быстры машины и как виртуозно гонщики владеют мастерством пилотирования в рамках данного фестиваля практически невозможно. Огромному Камазу неуютно на узких асфальтированных улочках. Болидам Формулы-1 слишком неровно. Машинам ДТМ неудобно поворачивать в шпильках. И, пожалуй, лишь раллийный Ситроен чувствует себя здесь как дома. Ведь если кольцевым автомобилям нужна специально подготовленная трасса, а Камазу как раз наоборот бездорожье, то раллийная машина универсальна. И очень часто в рамках соревнований проводят зрительские спецучастки как раз по улочкам городов. Но в любом случае звездный десант лучших гонщиков прибыл на московскую землю, чтобы мы могли своими глазами увидеть последние достижения автоспортивных инженеров. Начнем с самой известной автоспортивной серии в России – Формулы-1. На московское шоу приехали сразу пять команд. Водофон Макларен Мерседес, Скудерея Феррари, Лотос F1 Тим, Маруся F1 Тим и Каттерхэм F1 Тим. Чтобы приехать на подобные мероприятия, у нас существует специальная команда. Она небольшая, всего 9 человек. Стив занимается демонстрацией, Пол отвечает за организацию мероприятия, я возглавляю команду. Есть механики, которые занимаются машиной, и есть специалисты, которые занимаются только двигателем. Так что у нас не очень большая команда. И это в отличие от этапа Формулы-1, на который в составе команды выезжает 45 человек. При этом количество персонала ограничено регламентом. Запуск и прогрев двигателя болида Формулы-1 занимает 45 минут. И делается это совсем не так, как в обычной машине. Если в гражданскую машину мы садимся, запускаем двигатель, ждем, когда прогреются все технические жидкости, и после этого можно ехать, то здесь все происходит с точностью наоборот. Сначала воду и моторное масло прогревают до 60 градусов, и лишь когда технические жидкости нагреются, можно запускать мотор. Когда двигатель работает, нагрузка на поршни достигает 9000 атмосфер, а температура внутренних поверхностей около 300 градусов. При таком давлении и экстремально высоких температурах, любое трение может иметь разрушительный эффект. Поэтому очень важен правильный выбор масел. Но не только формульные болиды демонстрирует в Москве команда McLaren. Также привезли McLaren MP4-12C Spider, мощностью более 600 лошадиных сил. И это прямой конкурент Ferrari 458. И, видимо, здесь McLaren пошел по пути Ferrari. Ведь изначально Enzo Ferrari создавал гоночные двигатели и гоночные автомобили. И уже используя в гражданских машинах накопленный гоночный опыт, строил автомобили для обычных людей. Так что теперь и McLaren может занять достойное место в гаражах коллекционеров спорткаров. Но вернемся к формульным болидам. Уже не первый год Московский исторический центр сотрясает рев формульных моторов и виск сликов. Но интерес со стороны поклонников не ослабевает. В этот раз устроили что-то вроде соревнования. Какая из машин сможет проехать участок длиной 3,7 километра быстрее? Во время одного из показательных заездов Ferrari под управлением Каму и Кабояши занесло. И болид врезался в отбойник. Машина лишилась передней части и правого колеса. Продолжив заезд, болид уже был не в состоянии и его увезли с помощью эвакуатора. В январе именно этот КамАЗ под управлением Эдуарда Николаева выиграл ралли-рейдовый марафон Дакар. И думаю, что пыль южноамериканских пустынь еще где-то есть внутри этого грузовика. Но это невидимая часть медали. А видимая, причем даже невооруженным глазом, это мощь и сила непобедимой команды КамАЗ-мастер, которой в этом году исполняется 25 лет. Дорога по Кремлевским набережным хорошо известна всем КамАЗовцам. Ведь совсем недавно отсюда стартовало самое знаменитое российское соревнование – ралли-рейд «Шелковый путь». Для меня, во-первых, это были испытания нового автомобиля, где мы приняли участие с первого до последнего дня. И, конечно же, результат был на втором плане. В первую очередь, это привести как можно больше информации о новом двигателе, о новой машине. Потому что мы готовимся к Дакару 2014 года. И эта задача упала на плечи нашего экипажа, чему я тоже очень рад, потому что испытания новой техники – это тоже очень интересная работа. Здесь же КамАЗовцы просто демонстрируют свои автомобили. Ведь понять, насколько огромен этот грузовик и как быстро он умеет разгоняться, можно только увидев это вживую. Но не каждый раз все проходит гладко. В отличие от безбрежных просторов пыльных степей и песчаных пустынь, на асфальте пилотирование грузовика требует осторожности и внимательности. Мокрый и скользкий асфальт сделал свое коварное дело. И не сумев вовремя затормозить и повернуть, КамАЗ протаранил бетонные блоки. Никто не пострадал. Да и КамАЗ, в отличие от формулы, оказался гораздо более железным и смог самостоятельно уехать в падок. Для продвижения кузовного чемпионата ДТМ в нашей стране все три команды Ауди, БМВ и Мерседес, участники этой серии, приехали в Москву и привезли свои машины. Ведь впервые этап ДТМ проходит на самом современном в России автодроме Москоу Рейсвей. Эта серия – чемпионат немецких производителей, и стать пилотом команды, просто имея необходимый бюджет, невозможно, в отличие от той же Формулы-1. Представлять Мерседес приехал бывший пилот ДТМ и бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер. А вот пилотировать в один из дней был специально приглашен Виталий Петров. Впервые, когда я увидел машину ДТМ, ну я видел, конечно, ее раньше, просто я увидел ее вживую, можно сказать, потрогал, и посидел в ней, настроил уже педали, руль. Ну, во-первых, интересно, во-вторых, у меня нет никаких обязанностей перед другими командами, и почему бы нет, я думаю, что отличное будет шоу, порадовать зрителей, на чем-то я поезжу необычным, вот, и считаю, что и для меня это очередной развитие. Но несмотря на желание организаторов ДТМ получить в одну из команд Виталия Петрова в качестве пилота, сам россиянин пока не торопится давать свое согласие и пока сосредотачивает свои усилия на возвращении в Формулу-1. Команда BMW Motorsport привезла на шоу несколько машин и одного из ведущих пилотов, Энди Приоля. Москва – прекрасный город, и предоставленная возможность прокатиться вокруг Кремля – это потрясающе. Мы проводим много подобных мероприятий специально для зрителей, но я впервые в Москве. Я получаю фантастическое удовольствие от пилотирования моего автомобиля в самом центре огромного города. Это очень здорово. Серия ДТМ – одна из самых закрытых, но на Москва Сити Рейсинг для журналистов сделали исключение. И у нас есть прекрасная возможность посмотреть, как выглядит гонка внутри автомобиля ДТМ. Мне предстояло проехаться на Ауди с Майком Рекконфиллером, а в настоящее время лидером чемпионата. Специально для таких мероприятий в машину устанавливают еще одно гоночное кресло. Посадка почти формульная, полулежа. Напомню, что машины ДТМ изначально рождены для спорта. Только очертаниями они напоминают своих гражданских предков. И в наследство остались настоящие шильдики на радиаторной решетке. Выехав на Москворецкий мост, все три машины устроили небольшой танец, кружась вокруг своей оси. Такой танец мы повторили еще несколько раз перед зрительскими трибунами под мостом и на Кремлевской набережной. К сожалению, на импровизированной трассе не удалось полностью раскрыть потенциал машины. Ведь на болидах ДТМ даже не ускорение больше впечатляет, а от торможения, которые сопоставимы с Формулой-1. Ну что, сделать круг на машине ДТМ с Майком Реккенфилером, это действительно круто. А теперь настало время прокатиться по Кремлевской и Болотной набережной на Ситроене ДС-3 WRC. Этот автомобиль стартовал на многих этапах чемпионата мира по ралли. А сегодня за рулем пилот заводской команды Ситроен Дани Сорда. Мне как профессиональному штурману интересно не просто прокатиться с Дани Сорда на Ситроене заводской подготовки по улице Москвы, но и попробовать прочитать специально написанную стенограмму. Спецучасток называется Moscow City Racing. Попробуем. Вместе с раллиной машиной на демонстрационный заезд выезжает и свита. Три гражданских Ситроена премиальной серии ДС. ДС-3, ДС-4 и ДС-5. Под мой отсчет мы стартуем, я начинаю читать стенограмму, но показательный заезд предполагает, что не только я должна получить удовольствие от автомобиля, но и тысячи собравшихся зрителей. Поэтому Дани резко тормозит, три гражданских Ситроена выстраиваются на трассе, и пилот начинает исполнять дрифтовые восьмерки вокруг машин. Во время нашего демонстрационного заезда я смогла почувствовать, как быстро и как четко машина тормозит, и как легко на ней проходить широкие шпильки в управляемом заносе. Ну и, конечно, Дани старался подемонстрировать свое мастерство. Трасса уже просохла, Дани не в первый раз выезжает за сегодняшний день, и чтобы ему самому тоже поразвлечься, начинает снимать весь процесс на свой мобильный телефон. И ничего страшного, что не получилось со стенограммой. Зато мы смогли увидеть, насколько виртуозный пилот владеет машиной. Как и предполагалось, именно Ситроена на московских улицах было максимально комфортно. На месте организаторов я бы еще добавил искусственный трамплин, ведь именно прыжки, поражающие своей высотой и протяженностью, один из наиболее зрелищных элементов раллейных соревнований. Нам не так часто приходится участвовать в таких мероприятиях, но нам приятно и весело так поразвлекаться. Но, конечно, я предпочитаю гоняться на раллейных трассах. Но мне больше нравится делать курсы. Москва Сити Рейсинг заканчивается, но не заканчивается автоспортивный сезон. Гонщики возвращаются домой, команды в свои спортивные боксы, чтобы вскоре вновь выйти на трассы, при этом каждый на свою трассу, и радовать нас интересной и красивой борьбой за победу. Редактор субтитров А.Семкин